Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня предлагаю приготовить армянский хлеб, который называется матна каш. Я не буду утверждать, что это аутентичный рецепт, но все получается очень вкусно. Беру 320 мл теплой воды, добавляю сюда 1 чайную ложку сахара и 1 чайную ложку дрожжей. Здесь у меня 400 г просеянной пшеничной муки, я добавляю часть в опару. Вода обязательно должна быть теплой, ни в коем случае не горячей, иначе дрожжи просто умрут и тесто не подойдет. Я добавляю на глаз, чтобы получить такую достаточно густую массу. Вот такая по консистенции получается у меня опара. Я теперь накрою ее пленкой и оставлю на 20 минут в теплом месте. Опару можно поставить или в слегка прогретый духовой шкаф, или возле батареи, или в любое другое теплое место, но я по советам зрителей сейчас ставлю тесто в горячую воду. Вода у меня обычная из-под крана, я здесь могу держать руку, вода не должна быть слишком горячей, чтобы тесто не сварилось. И вот так вот ставлю сверху и накрываю полотенчиком. Получается все намного быстрее. Прошло 20 минут, к оставшейся муке я добавляю 1 чайную ложку соли, перемешиваю. Соль не нужно добавлять по пару, потому что считается, что соль не дает дрожжам хорошо подниматься, поэтому я ее добавляю как можно позже. И теперь всю муку отправляю к опаре, которая уже подошла и начала немного пениться. Перемешиваю, замешиваю такое очень мягкое, липкое тесто. Вот посмотрите, какое получается тесто, оно очень липкое, но я больше муки не добавляю, чтобы потом хлеб не получился забитым, а был максимально воздушным. Теперь, смотрите, я поверхность хорошо смазываю растительным маслом и руки также смазываю растительным маслом и перекладываю сюда тесто. Если у вас есть миксер с крюками для замеса теста или кухонная машина, то можно вымесить все в машине приблизительно 5 минут. Но я все сделаю вручную, чтобы показать, что все возможно и вручную. Вымешиваю тесто приблизительно 5 минут. При необходимости руки смазываю растительным маслом. Как видите, тесто достаточно липкое, поэтому вымесить его привычным способом достаточно сложно. И я делаю вот такие вот складывания. Очень удобно, когда у вас есть вот такой вот скребок, с его помощью можно легко убрать остатки теста с поверхности и с рук. И продолжать вымешивать, пока тесто не прообретет более эластичную консистенцию. Вот такое мягенькое, очень-очень эластичное и нежное тесто получается. Теперь я миску хорошо смазала растительным маслом. Я отправляю его на 1 час в теплое место, тоже накрывая сверху пленкой и полотенчиком. Посмотрите, как за час хорошо поднялось тесто. Теперь его нужно обмять. Вот посмотрите, какое оно внутри воздушное, воздушное. Руки смазываем растительным маслом и вот так вот округляю тесто в шар. Пергамент я тоже смазываю растительным маслом. Всего у меня ушло приблизительно 3 столовых ложки растительного масла на все эти процессы. И выкладываю его на пергамент. Накрываю тесто пленкой и даю ему отдохнуть еще 15 минут. Выпекать хлеб я буду при температуре 230 градусов. И уже сейчас можно включить духовку, чтобы она была очень-очень сильно прогрета. Также я буду использовать паровую баню. Для этого у меня вот такая большая форма, куда я налью кипяток. Выпекать я буду вот в этом стандартном противне. Его тоже нужно хорошенько раскалить в духовке. Для смазывания хлеба мне нужно сделать намазку. У меня здесь 100 миллилитров воды приблизительно. Я добавляю 1 чайную ложку муки. Хорошо перемешиваю. Также добавляю немного сахара. И совсем чуть-чуть соли. Хорошенько перемешиваю, чтобы не было комочков. Завариваю воду с мукой вот до такого состояния. Тесто хорошо отдохнуло. Это дрожжевое тесто, поэтому после любых манипуляций с ним ему нужно дать время отдохнуть. Не забывайте присыпать мукой или смазать растительным маслом, чтобы пленка хорошо отходила и не прилипала. Теперь руки я смазала растительным маслом и буду вот так вот растягивать очень нежно тесто. Вот, посмотрите, вот так вот нежно-нежно. Вы уже видите, сколько здесь пузырей воздуха. И сейчас наша главная задача добиться того, чтобы они здесь и остались по максимуму. Намазываю руки намазкой и хорошо вот так вот прохожусь. Намазку можно не делать. Все равно хлеб зарумянится. Но мне больше нравится с намазкой. Получается более такая румяная и хрустящая корочка. И теперь вот так вот руками аккуратно я делаю такой вот характерный для мотнокаши рисунок. И теперь вот такие продольные полосочки. Тесто получилось очень-очень воздушным. Я думаю, вы видите, какие здесь красивые пузырьки. Не знаю, меня дрожжевое тесто вообще расслабляет. С ним так приятно работать всегда. Снова накрываю пленкой и оставляю его на последнюю расстойку на 10 минут. Противень у меня горячущий из духовки. На него я выкладываю тесто. Выливаю в миску 150 миллилитров чиперка. Закрываю. И теперь сюда ставлю тесто. Первые 5-7 минут выпекаю при температуре 230 градусов. Дальше ориентируйтесь по своей духовке. Если слишком сильно зарумянилась уже корочка, то уменьшите температуру до 200 градусов и выпекайте еще 10 минут. И вы вот посмотрите, какая красота получается. А ароматы, которые сейчас в квартире, не передай словами. Посмотрите, какая корочка. Послушайте, какой он хрустящий. Ой, вы посмотрите, это просто бомбический хлеб. Поверьте мне, ни один хлеб, который можно купить в магазине, никогда не сравнится с тем, который вы сделали своими руками для своих любимых. Охлаждать хлеб лучше всего на решетке, чтобы дно не стало мокрым. И теперь я обязательно буду его пробовать. Посмотрите, вы просто посмотрите на эту красоту. Ням-няу. Это очень вкусный хлеб. С хрустящей корочкой внутри. Пористый, воздушный, мягкий. Классный. Вы съедите этот хлеб сразу. Я вам говорю, это очень вкусно. Рекомендую приготовить. Всем пока. До новых вкусных рецептов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова